Привет, меня зовут Оксана Костенко, я студентка 2-го курса факультета менеджмента кафедры психологии. И я занимаюсь развитием проекта «Создая эко» в нашем университете. Оксана, привет! Расскажи, пожалуйста, с чего начиналась твоя эко-деятельность? Мы еще с 8-го класса занимались этой деятельностью непосредственно в школе. Нам однажды предложили поучаствовать в проекте «Разделяй», и мы начали вести свою деятельность как эко-лидеры в школе. В этот момент мне это все очень понравилось, заинтересовало, и в университете, когда нам предложили в волонтерском центре создать собственные проекты, я решила, что было бы очень здорово создать именно экологический проект. Как создавался этот проект? Создание началось, конечно, с идеи. Мне хотелось, чтобы баки, которые стоят у нас в точках питания, в третьем корпусе, начали работать непосредственно так, как и должны, то есть с раздельным сбором. И так и родилась эта идея. Я нашла команду, которая готова вместе со мной реализовывать ее, и теперь мы ведем эту деятельность пока на дистанционном формате. Как вы будете реализовывать этот проект уже после изоляции? Реализовывать мы планируем совместно с партнерами и администрацией непосредственно. То есть мы будем продумывать, как лучше настроить эту логистику утилизации для того, чтобы это действительно реализовать в университете. Помимо этого мы планируем организовывать конкурсы и просветительские мероприятия вместе с моей командой. Ну, пока посмотрим, как это все будет. Очень ждем, когда выйдем с дистанционного обучения непосредственно в очном. Оксана, вот скажи, как жить экологично, сидя дома на изоляции? Да очень просто, потому что на самом деле мы проводим большую часть своего времени дома, и, соответственно, большую часть отходов мы тоже создаем дома. Соответственно, как мы можем помочь жить экологично? Разделять мусор, давать вторую жизнь каким-либо предметам по возможности, покупать экологически чистые продукты, следить за потреблением воды и не использовать больше энергии, чем это необходимо. Это достаточно простые действия, и они помогают сохранить ресурсы нашей планеты. А можно ли устроить субботник на изоляции, например? Ну, субботник тогда нужно начать непосредственно с самого себя, со своего мировоззрения, потому что основная цель, в принципе, нашего проекта — это осознанное потребление и сокращение его непосредственно, и последующая утилизация отходов, которые мы никак не можем исключить из своей жизни. Какие проекты ты бы хотел в будущем реализовать совместно с университетом? Мы очень хотим, чтобы в университете действительно действовал раздельный сбор, и по возможности мы бы в перспективе, в глобальном формате перешли бы на безбумажную работу, деятельность. Твои правила жизни как эко-активиста? Да, это достаточно очень простые правила, достаточно упрощающий стиль жизни на самом деле. Первое, что я выяснила для себя, это всегда нужно носить с собой шоппер или какие-нибудь эко-мешочки, потому что они занимают достаточно мало места, но так как ты никогда не знаешь, когда тебе захочется зайти в магазин и закупиться теми же фруктами, очень полезно иметь все это при себе. Также я уже говорила, что минимум, который должен находиться в окружении эко-активиста, это две коробки, одна для бумаги, другая для пластика, чтобы иметь возможность разделять, а не только создавать какие-то смешанные отходы. Также очень важно, чтобы мы не тратили больше, чем это необходимо. Это достаточно просто взять за правило, покупать ровно столько, сколько тебе нужно, использовать ровно столько, сколько необходимо. Если у вас есть какие-то мысли и идеи по поводу развития проекта, какая-либо технологическая акция, присоединяйтесь к нам, мы обязательно придумаем, как ее реализовать.